После отмены денежных компенсаций за сдачу крови, количество доноров в Иванове уменьшилось в полтора раза. Федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов вступил в силу 20 января. С тех пор желающих сдать кровь стало значительно меньше. Сотрудники станции переливания крови уверены, что донорам необходимо адаптироваться к новым требованиям. Но пока что статистика неутешительна. В среднем, общее количество доноров за день на станции было порядка 80-100 человек. После вступления в силу закона количество доноров несколько уменьшилось. На сегодняшний день это составляет 50-70 человек, не больше. На основе нового закона все безвозмездные доноры получают продуктовые наборы. В планах сотрудников станции организовать бесплатные обеды по талонам в ближайшем кафе или столовой. Пока что каждый донор после кровосдачи получает пакет с бутылкой сока, шоколадкой, банкой сгущенного молока, тушенки и рыбных консервов. Этот набор не всем приходится по вкусу. Сами доноры считают, что дополнительным стимулом является не столько денежная компенсация, сколько право выбора. Мне кажется, материальная поддержка раньше лучшей мотивацией была. Мне кажется, на те же деньги, которые выплачивают, люди могли бы для себя что-то купить, чем продукты, которые им выдают. Они могли бы себе сами купить те продукты, которые им нужны, а не те, которые им выдают сейчас здесь. Сотрудники станции надеются, что в скором времени все вернется на круги своя. Почетные доноры будут сдавать кровь и плазму платно, а те, кто только намеревается получить такой статус, будут приходить безвозмездно по зову сердца. Я могу реально помочь людям хотя бы вот так. Здесь деньги в принципе не возражены. Здесь самое главное то, что ты приходишь помогать. Если у меня есть возможность, моего здоровья, помочь людям, почему бы не воспользоваться этим. Сейчас все усилия сотрудников станции направлены на работу с родственниками людей, попавших в больницы. Каждый день в регионе проводят приемы выездные бригады. Но главный расчет идет не на привлечение новых кадров, а на сохранение тех доноров, которые последние годы пополняют региональный банк донорской крови.